Друзья мои, добрый-добрый день, ну что, такое удовольствие, такое счастье, такая радость, я наконец-то, ура-ура-ура, я в отпуске, ребят, я в отпуске, и отпуск мы проведем с вами не просто так, не будем 11 дней валяться на диване перед телевизором, вы знаете, что это не про меня, вот спичка сломалась, мы с вами проведем его активно, я намылился поехать в Белоруссию, к родителям, и понятно, что с пустыми руками, да, родственники, да, близкие родственники, но все равно, ребят, я же работаю, я денежки зарабатываю, и знаю, что когда приезжаешь к родителям, они по-любому что-то всучат, по-любому, с пустыми руками оттуда ты не выйдешь, поэтому мне тоже хочется от себя им что-то, что-то привезти из Питера, да, конечно, я буду вам показывать, что я купил, идея была, скажем так, привезти то, чего нет в Минске, в Белоруссии, надеюсь, я угадал, если белорусы меня смотрят, в комментариях напишите, так или нет, все-таки угадал или нет, потому что в прошлом году, когда я ездил, помню, раскрываю пакет, мне Ваня говорит, так у нас это есть, это есть, это есть, а это еще дешевле, а это, то есть, как бы, я не совсем угадал, ну, в этом году я приехал, буду более подготовленный. Итак, ребята, давайте мы начинаем наш с вами, наш с вами обзорчик, вино, покупал в магазине Метро, стоил оно 1000 рублей, написано, ребят, знаете что, Италия, Италия. Состав, вино из сортов винограда Монте-Пульчана и Сан-Джо-Везе, консервант антиоксипитер диоксин серы, господи, ребята, это точно вино диоксин серы, можно есть или нет? Короче, по поводу вот этой, сорт винограда, еще что-то, у меня родители живут в деревне, они, как бы, ну, вино и вино, вкусное и вкусное. Год урожая 2022 год, слушайте, ребят, я снимаю с Маркизом, говорит, нам на балкон залетела муха, и у него прям поехала крыша. Маркиз, если ты мне переведешь камеру, давай, не буянь. Короче, так, ребят, с вином мы разобрались с вами, да, пусть попробуют. Дальше, следующее, вообще, я ролики снимал, и в некоторых роликах показывал, что купил, может кто-то из вас видел, просто я решил объединить это, скажем, одним роликом, потому что, понятно, кто-то не смотрел, кто-то еще что-то, ну, разные обстоятельства бывают, поэтому давайте разбираться дальше. Ферри финский, гранат, покупал я мне в Финлянде, ой, ой, ребята, обожаю запах, мне кажется, это психоман, мне нравится. Пока пахнет бытовая химия. Короче, покупал я не в Финлянде, ребят, сейчас санкции, границы закрыты, и туда вообще не чревато ехать последствиями, потому что говорят, что и машины забирают, и телефоны. Я там не был, ну, в общем, ребят, в Финляндию пока не поеду, но и вместе с тем в Питер заварен финскими продуктами, ребята, во, во, только хорошие, да. В общем, банка Ферри стоила 500 рублей, финны, на евро, это 5 евро, напишите, пожалуйста, сколько у вас это стоит, по-моему, 3,5, да, хотя здесь написано, типа, рекомендованная цена 1,29, нет, я помню, что он всегда вот в Ферри подороже был, ну, финны напишут, да, нам есть что в комментариях, скажут, что переплатил коршот или нет, купил за 5. Дальше, ребята, с финнами еще не все, шоколад моробой, это считается шведский шоколад, одна бабушке, одна маме, шоколадка 185 грамм, ничего себе, мне казалось, раньше было 200, ребят, смотрите, смотрите, составляет, состав. Мико, хант, мэнд, хайк, ок, понятно, да, короче, ребята, по поводу состава моробой, да, они добавляют пальмовое масло, однозначно, раньше он в Лиддл стоил 2 евро, да, купил я сейчас его в Питере по 350 рублей, это 3,5 евро, грубо говоря, не знаю, сколько сейчас он стоит, по поводу состава, давайте отдельно остановлюсь, в Европе в шоколадке добавляют пальмовое масло, 100%, фазер, не вообще, но некоторые фазер, вот, ну, прям со вкусами добавляют, дальше в моробой добавляют, однако, имейте в виду, что пальмовое масло по качеству в Европе, оно отличается по тому, ну, скажем, по тому продукту, который добавляют у нас здесь, в шоколадке, у нас не такие жесткие нормы, как в Европе, у них более жесткие. Я не говорю, что у нас там тоже какое-то промышленное льют, просто имейте в виду, что у нас более дешевое сырье могут использовать при приготовлении шоколада, чем и в Европе. Ну, в общем, точно, надеюсь, в Минске такого нету. Белорусы, скажите, нету, надеюсь, надеюсь, от призыва вам скажут, а у нас такое есть, он в магазине, в Минсках продается тут по 100 рублей, а ты привез по 350. Так, дальше, ребятки, по поводу финнов у нас все с вами закончилось, следующее, вот такой зефир. Зефир черничный в белом шоколаде. Ни разу не ел, честно. Так, давайте посмотрим состав. Состав, сахар. Я от сахара отказался, но родители везут сахаром. Ладненько, я знаю, что у меня мама сладко любит. Первое слово, сахар, но нормально для зефира. Дальше, шоколад белый, какао... Ребят, он мне сейчас развернет камеру. Маркиз. И сюда. Ой, все, давай вместе, читай, состав. Читай. Сахар. Первое. Шоколад белый, какао масло, молоко сухое, цельное, сахар, эмульгатор, литицин, соевый, пюре яблочное, яблоки свежие, патока крахмальная, тоже сахар. Яичный белок сухой, сублимированная черника, агент желирующий, пектины яблочные, регулятор кислоты, молочная кислота. Влагоудерживающий агент. Лактан, лактан натрия. Короче, ребят, хотя бы нет дезодорированных жиров. Ну, в общем, недорогое это зефир было, по-моему, около 170 рублей. Взял одну упаковку маме и одну бабушке взял. Все, пусть попробуют, скажут мне, как вкусно-невкусно, но это из вкусвилла. Так, дальше по поводу вкусвилла. Дальше продолжаем мы с вами. Ребята, это испытание, испытание держать эту сгущенку у меня дома. Я ее люблю, люблю. Она сейчас открытая, я понимаю, ой, а может открыть это, открыть, поесть, а потом схожу, спущусь у меня этот вкусвилла рядом и куплю. Нет, нет, мне нельзя сахар, ребята, нельзя. Нельзя, балбес, сахар, не ешь. Так, ладно, читаем состав. Молоко цельное, молоко бежиренное, сахар, сахароза. Все, опять же, ребята, не пальмы, ничего нет. Очень вкусная, очень вкусная сгущенка, надеюсь, маме понравится. Так, баночка маме, баночка бабушке. Все, так, сгущенку мы с маме поставили. Дальше, давайте еще с вкусвиллом дальше продолжим. Следующий, ребят, ну что, внизу пакет стоит, и тут где-то маркиз прыгает. Вот такой шоколад молочный, взял, да, тоже во вкусвилле. Брав, не читай состава, ребят, а ну-ка давайте вместе с вами откроем. Тут так неудобно это сделано, не хочу разорвать упаковку. Читаем. Состав. Шоколад молочный, сахар, какао масло, молоко сухое, цельное, какао тертое, экстракт ванили, ядра арахиса, ничего себе, обжаренные. Ребята, если вы покупаете орехи, имейте в виду, что они должны быть не обжарены. Если обжарены, это чисто углевод. Вы должны покупать свежие орехи, свежие, это вам на будущее, если вы на ПП, как коршун. Так, не обращаю внимания на шум. Соль пищевая, карамель, ну то есть сахар. Ну, опять же, пальмы нету, на меня сейчас на голову ничего не свалится. А, нет, не свалится. В общем, такие шоколадки, слушайте, они по 100 с чем-то рублей были во вкусвилле, взял две штучки маме и бабушке. Ну, мама там, мама живет, ну, папа, естественно, там кусочек откусит, брат, Лешка, так что это все. Дальше, ребят, вкусвилл. Чай, такой шиповник с яблоком и малиной. Состав. Лепестки гибискуса, сушеные. Что такое гибискус, ребят, вы не знаете. Плоды шиповника, сушеные, яблоко сушеное, малина сушеная. Ребят, ну, слушайте, бабушка очень любит чаи, знаю. И вот, сказал я, вот пенсионер, она работает, мы никто не нуждаемся в деньгах. То есть мы от бабушки, никто не зависим. Я понимаю, для кого-то это звучит дико, но, поверьте, есть случаи, когда, допустим, внук живет с бабушкой, внук нигде не работает, и они вместе существуют на пенсию. Ситуация обратная. То есть, как бы бабушка полностью, скажем, автономна, да, в финансовом плане. Даже где-то мы можем ей помочь. Я знаю, что мама иногда и продукты покупает. В общем, и, ну, понимаете, она в деньгах не нуждается. И все равно она вот экономит, экономит. Чай самый дешевый, конфеты самые дешевые, колбаса самая дешевая. Поэтому я купил хороший чай, вот с этого года 200 рублей. Если ей понравится, купим еще несколько пакетов в следующем году. Правильно, ребята? Правильно? Все. Она мне мороженое покупала в детстве. Сейчас внук ей чай привезет. Посмотрим. Дальше, ребятки. В магазин Мэтра мы с вами покупали вот такую пасту. Паста натурс, натуральс, короче, как-то по-английски написано. Состав. Арахис, натуральный мед, добавленный арахис, морская соль. Угу. Неплохо. Ну, вместо сахара положили мед, да? Но все равно, ребята, мы если с вами возьмем банку нутеллы, да, там у нас что первым словом будет? Сахар, а потом растительный жир. И банка стоит 700 рублей. На моих видео я вам рассказываю, сколько стоят продукты в Питере. Здесь за 300 рублей за банку, да, она меньше по объему. И вместе с тем, ребят, мы не видим растительного жира. Вы понимаете, да? Короче, надеюсь, она будет вкусная. Не буду ее открывать. Не потому что я съем, потому что, ну, все-таки мама скажет, что что-то привез нам открыто. Ну, опять же, взял две баночки, мама. К бабушке еще может приехать внучка Марина, да, это моя двоюродная сестра. Ну, может, она ее угостит. То есть, Лена может приехать. Короче, так, с этим разобрались, ребята. Все, в принципе, вот то, что я везу родителям, ребят, смотрите. Пополам разделите, вот как-то так. По сумме, честно, я не буду вам озвучивать. Не то, что я не буду, я даже не считал. Честно скажу, я не считал. Я просто приходил в магазин и покупал. Как бы, да, в этом месяце у меня были непредвиденные траты, да, у меня пустомойка сломалась. И в коммуналке, господи, ну, где я кому-то сдаю, навернулся газовое котел и заплатил деньги. Но вы знаете, я честно скажу, я как-то выкрутился. Не знаю почему. Я не знаю, откуда у меня деньги. Я вот что-то работаю, работаю. Деньги оттуда, оттуда, оттуда. Вот, наверное, 10 долларов нашел, ребята. Она фальшивая. Но нашел. Поэтому у меня просто еще деньги лежат на YouTube и на Дзен. Я думал, что если мне не хватит, я сниму оттуда. Но как-то выкрутился, ребят, честно скажу. Вот, как-то отпускные пришли. Ну, в общем, не знаю. Кошину выкрутил. Донат. А, донат, ребят. А где? А-а-а. А я не взял телефон с донатом. Так, ребят, подождите. Давайте. Так, все, ребят, я с вами взял телефон, донат пришел. Давайте быстренько зачитаем. Так, Владимир и Елена отправили мне 150 рублей. Спасибо большое за поддержку вашего Коршуна. Спасибо, Елена. Спасибо, Владимир. Владимир, простите, пожалуйста. Владимир. Так, Коршун. Мы тоже не едим сахар. Ну, не в тем немножко видео. Тут один сахар лежит, да. Ладно. Изменения налицо. Спасибо, что помогаешь справиться с этой зависимостью. Владимир и Елена, вы знаете, я как-то получил в Телеграме, я группу веду, да, и мне писали, типа, Женька, вот ты в каждом видео не ем сахар, не ем сахар, уже задолбала с твоим сахаром. В группе, в Телеграме тоже что-то пишешь. И опять же долбишь, 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 что там скрытый сахар, сахар, короче, вот задолбался своим сахаром. И я объясняю, что, ребят, я об этом говорю, потому что, ну, это реально, я это чувствую, я это транслирую обществу, поэтому это исходит, да. Потому что я вот как бы специально долблю, ну, потому что это сейчас модно, ребят, сейчас модно быть здоровым, красивым, подтянутым. Это модно, да, вот как бы вот эти вот всякие, там, не знаю, безсахарные, безуглеводные. И не потому что я делаю не для того это, чтобы было больше просмотров, либо каких-то, знаете, еще каких-то показателей, да, больше денег, каких-то донатов, еще что-то. Я делаю потому что это искренне из меня выходит, да. Да, я так сейчас живу, я отказался от сахара. И вам это транслирую, это раз. Второй момент. Людям, которые сомневаются, которые думают, ну, не знаю, получится, не получится, пробовать, не пробовать. Вот когда ты долбишь, 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 подкорку вот вбиваешь, результат будет однозначно. Не сегодня, завтра, поздавтра человек откажется от сахара. И так же, как и коршун, проживет сто лет. И придет донатчик, да. Потому что будет хорошо зарабатывать. А, ребят, прямая взаимозависимость. Чем мы здоровее, тем больше у нас сил, чем больше мы зарабатываем. А чем больше вы зарабатываете, ребят, тем чаще приходят донаты, и тем больше. Поэтому, видите, как я вам разложил. Так, ну и, естественно, я уезжаю, заказал карман для вредных шмакозюлек, потому что они остаются у меня с соседкой. Слушайте, заказал карман, а этом почти 4 тысячи дал. Ну, что-то многовато я взял, думаю, ладно. Так, ну, я просто покажу, а сколько здесь пакетов. 26 пакетов, вот такая упаковка на Валберес, да. Тысяча чем-то стоила. Вот такие, ребят. Минимум 2 пакета они съедают. Утром и вечером. И еще сухой корм. Ну, сухой корм я до этого покупал, вам видео показывал. Там уже упаковка открыта, но на неделю не хватит. То есть вы понимаете, да? То есть это... Ну, на 926 пакетов на 13 дней не хватит им, ребят. Это... Дай бог на день 10. Раз. Не все. Выжумы. Вскрываем дальше. Блин, маркиз! Паразит. Я, прежде чем это, на балкон выйти цветы полил, и где-то горшок протек, и я сейчас упаковку поставил на мокрое. А я в трусах все уже снимаю. Так. Ну, вы же видите, что я в трусах. Я просто вам говорю. Это как люди на удаленке работают, да? Помните? Здесь рубашка, а там дальше это... Галушом сидишь. Так. Дальше смотрим, ребят. Еще. Ну, такая же упаковка. Такая же упаковка. Так. Вот такие. Тоже консервы. Они любят. Они хорошо едят их. Ой, господи. С каким вкусом она заказывала, ребят? Подождите, не могу понять. А, рыба в соусе. Маркиз очень любит в соусе. Ирис ест все. Маркиз любит в соусе. Вы чего? Знаете, как может соус съесть, а все остальное оставить? А, там рыба, а здесь лосось. Там реально написано рыба. Смотрите, здесь написано лосось. Там рыба. И третий пакет. Ой, господи. Лосось и рыба, это получается для производителей разные эти. Раз состав. Боже, боже. Как хорошо отпуск, ребят. Вы не представляете. Понимаете, люди, которые не работают, которые сидят на пособие, на пенсиях, они не поймут, скажут, что отпуск отпускают, ребят. Нет. Дело не в том, что я лодорий. Не в том, что я лентяй, да. Сейчас, секунду, пакетом шуршу, вы будете плохо меня слушать. Сейчас. Давайте. Сходим. Сейчас, ребят, секунду, сходим. Все. Там. Запечатали, как будто, не знаю. Дело не в том, что я лодорий, лентяй в смене обстановки. Вот просто вот куда-нибудь ездить, куда-нибудь. Ну, что просто, понимаете, я уже устал. Вот маршрут мой на работу, да. Хотя я езжу на велосипеде, я получаю удовольствие. Я езжу по любимому Питеру. Ну, надоело, ребят. Тут одни и те же пешеходные переходы, одни и те же люди, одни и те же школьники с рюкзаками с первого числа, которые под ногами крутятся, когда едешь, да. То есть это одно и то же, одно и то же, одно и то же. И когда у тебя вот этих 11 дней, ты понимаешь, что ты можешь куда-то съездить, даже в Беларусь, где ты родился, это такая радость, такое счастье, господи, ребят, вы не представляете. А если бы я сидел бы дома, вот просто тупо сидел бы дома, да, и постоянно куда-то ездил, для меня это уже не было таким удовольствием. Понимаете, почему я? Поэтому нужно работать. Для того, чтобы удовольствие было более ярким, сначала нужно немножко пострадать, да. Получается так. Так, ну и вот такое. Купил, ребятам, это у нас с вами индейка. Все, 26,26 получается 52, плюс 52, плюс 6, 8, 78 пакетов. На месяц должно хватить. Маркис, ты меня слышишь? Чтобы на месяц хватило. Иначе я не знаю, вазоны будете есть. Кстати, Ириц сожрал у меня денежное дерево. Не знаю, куда я его делал. Фух, ребятки, такие два. Значит, объявление. Если кому-то показались подарки скромные, вы купили что-то другое, я жду донаты, прям пишите. Вот, допустим, Женя, перевожу тебе 3 миллиона рублей, купи родителям квартиру, там, не знаю, яхту, пароход, бриллианты, золото, цепи. Короче, вот прям пишите, что я куплю. Хорошо, я прям видео вам покажу. Окей? Не надо мне писать, типа, хереню привез. А, я знаю, такие, ребят, такие напишут. Такие ж напишут. Они ж сами нифига не привезут, или сами ждут, что им что-то привез. Но напишут, прям. Коршин говно привез. Не смейте-то говорить. Не смейте. Будут блокировать. Такие дела. Да на 3 миллиона. Скажи, коршин. Сумма. Вы знаете, там сервис этот не прокатит такую сумму. Я как самозанятый могу в год провести не более 2 миллиона 200 тысяч, по-моему, я могу привезти. Учитывая того, что я уже напроводил, там, это еще меньше суммы. Поэтому 3 миллиона не надо заняться, ребят. Он не пройдет. Сумму меньше можно. Ладно, ребят, еще знаете какой момент? Если вдруг планируете посетить Санкт-Петербург и не знаете, где остановиться, да, вы знаете, у Коршина есть контакты собственника, который сдает квартиру метро Беговая. Вот я, кстати, смотрю, вам камера не увидит, а я смотрю на лахта-центр. Будете жить там, рядом с башней. Пишите мне в личку, помогу сконнектиться к собственнику. Меня зовут Олеся. Рядом живет. Ребят, хороший вариант. И, конечно, мне бы очень хотелось, если вдруг вы снимете жилье у Олеси, встретиться с вами лично, познакомиться вживую. Запилите мукбанчик, ребят. Просто вот так сесть, покушайте вместе. Я знаю, мои зрители, мы с вами похожи. Поверьте мне, у нас, скажем, разговора очень много, ребят. Очень много. Мы можем с вами, не знаю, сутки протараторить и не заметим, как время пройдет. Мы когда мукбанг не снимаем, у меня камера перегревается, потому что там ошибка, ошибка, типа, а я думаю, ой, что надо так быстро нагрелось. Так как-то уже 25 минут балаболим, ребят. Я потом обрезаю, понимаете, да? То есть, насколько блогер и зритель похож, похож. Поэтому, естественно, тема для разговора есть. Поэтому, снимите квартиру у Олеси, ребят, пожалуйста, напишите мне в личку, что, типа, Женька, хотим мукбанг. Хотим, хотим. Окей? Договорились? Все, не стесняйтесь, ребят. Ничего здесь страшного нет. Многие стесняются. Все, ребятки. Значит, по поводу моего путешествия в Беларуси, я в Телеграме буду оперативно выкладывать информацию. Допустим, выехал в Питер, там, что-то заехал, что-то съел. Подключайтесь. Ну, естественно, будут ролики на канале. Конечно, ребят, конечно. Ждите про недвижимость, про цены на продукты. Хочу еще в Брест доехать. А там как получится. Хорошо? Все, ребят, ненадолго не прощаюсь. Кошка угомонилась. Маркис, а что он там это? Лех, рыбка моя. Тебе тут удобно? Тебе удобно? А-а-а! Ну и оставайся с соседкой на целую неделю. Все. Я даже не буду скучать по тебе. Ребят, вы видели? Видите, из чего? Бандит. Все, ребят, пока-пока. Скоро увидимся. Пока, хорошие. Пока. Пока.